Так, Ларисонька, смотри, дорогая ты моя, то есть мы из глины сделали форму, налепили, сейчас что ты делаешь на чугунке, на моем? Ну я широковатость, лишнее убираю, все, вроде чугунок хороший, сейчас мы сделаем крышку. Давай, сколько он литров будет? Я же в нем сегодня буду готовить щи, ну, вечером, после того, как мы его обожжем. Давай, наверное, сейчас после чугунка сделаем крышечку, опа, чугунок-то, ребятушки мои, смотрите какой, а тут их уже много, смотрите. Гладкий ровный был, хороший. Сначала замываем, она у нас, эта крышечка пока сыровата, да? Угу, так, а можно положить? Теперь я приклеиваю листики, намазанные уже глиной жидкой, шликером. Так, то есть у нас крышечка будет тоже в виноградных листьях. Угу. Как и горшочек. Как и горшочек. Замываем. И рисуем волну, чтобы все было в одном стиле ансамбля. Это веточка, да? Ну, да, как бы. Ну, лоза плетущаяся. Угу. Все, накрываем. Нечто. Ага. Все, ребятки, вот в таком вот виде. В сушку. Да, наш горшочек идет в сушку, а потом в обжиг. Не переключайтесь, через какое-то время я буду готовить в нем щи. С вами Сюф Краснодарский, я веду свой репортаж из секретного места, где изготавливается вот такая вот красивая-красивая посуда. Высушенные крышки устанавливаем в камеру, в печь и обжигаем при температуре больше тысячи градусов в течение скольки, Миш? Пяти часов. Пяти часов. Ребят, через пять часов я начну готовить. Не переключайтесь. Сюф рядом. Собственно, ребятушки, вот что получается через пять часов обжига. Смотрите, какой красивый чугунок. А там у нас глазу, ребятушки. Сюда мы будем складывать наши овощи. Смотрите. Сразу после того, как вы изготовили керамический горшок, керамический чугунок, разводим костер в дровяной печи и делаем так, чтобы наши дрова все прогорели, остались только угли. Ну, осталось где-то минут 20. Пока она у нас догорает, давайте, друзья мои, займемся тем, что приготовим все ингредиенты для наших щей. Итак, ребята, перед тем, как готовить в нашем керамическом горшке, вот смотрите, какой он с глазурью получился. Красивый, видите? Мы ставим его вот в такую вот кастрюльку, кладем рядом крышечку, кастрюльку, и что мы делаем, как вы думаете? Мы его заливаем, друзья мои, водой. Заливаем водой, чтобы он у нас постоял несколько минут в воде и с водой. Ну и через какое-то время начнем готовить. А пока он у нас намокает, я занимаюсь овощами и мясом, которое буду класть в этот горшок. Для приготовления щей нам понадобятся вот такие вот свиные ребрышки 700 грамм, капусты почти килограмм, морковки 100 грамм, лука 100 грамм и чеснока 50 грамм. Собственно, вот из всего этого мы и будем сейчас готовить наши щи. Ну, резать ножами я не буду, пожалуй, перебью это все в корыте. Итак, перебиваем в корыте все, чеснок, лук, морковку и капусту. Мясо в корыте перебивать не будем. Так, ну что, перебивать будем вот такой высечкой. Все очень четко. Вы уже, наверное, видели, как я перебивал несколько раз и много раз. Лук, чеснок. Ну, в этот раз будет еще капуста. И в этот раз еще будет морковочка. Лук и чеснок бьем до мелкой фракции. Бьем вот так сначала. А потом тоже так. Тем же самым занимаемся с нашей капустой. Ну, капусточку рекомендую резать вот так. Влаго, тяпка позволяет. Ну, капусту примерно вот так. Главное, ребят, чтобы она не была длинная, как макароны. макароны. И вторую часть так же. Ну что, у меня лавровый листик вырос хороший. Так, ну что, я парочку возьму. Много не надо. Вот пару таких небольших листиков, вот таких, смотрите, беру. Для того, чтобы ну, как бы нам было вкусно, ребят. Так, ну что, берем наш керамический чугунок. После того, как он постоял в воде и загружаем его нашими овощами. Ребятушки, смотрите. Ну, не важно, как вы будете, в какой пропорции, да? Вернее, в смысле, что зачем, но два лавровых листика, капусточка. Вот смотрите, кладем так, чтобы в нашем чугунке ну, как бы, хотя бы было, чтобы немножко больше, пол чугунка. Сюда же, друзья мои, выкладываем разрезанные и мытые свиные ребра. Выкладываем их вот так вот, прямо слоем. Можно плотненько, серединку, по бокам, не важно как. и, самое главное, еще, после того, как вы положили мясо, заливаем это все доверху холодной, друзья мои, водой. Вот так. Дальше мы накрываем наш чугунок крышечкой и ставим его в нашу печку, в которой уже, собственно, готовы угли. Сейчас посмотрим, готова ли наша печь к приему. Не, ребят, не готова, еще много огня, нам огонь не нужен. Нам нужно, чтобы вот такие угли были. Вот, видите, вот такие угли, чтобы все было в углях. А прямой огонь нам не нужен, а то наши щи сгорят. Ну, ждем еще минуточек 10. Открываем полностью заслонку, пусть наш огонь выгорает и превращается в уголь. Напомню, дрова у меня вишневые. Хоть бы кто-то сказал, что не посолил тесюв свои щи. Итак, берем адыгейскую соль, вот столько, солим раз и солим два. Две щепотки. Ну, это примерно две чайные ложки. И смотрим, что происходит в нашей топке. Смотрите, какой красивый чугунок вылепили мои друзья. Я думаю, что в нем должно получиться очень вкусно. Ну, на самом деле, у меня чугунков много разных и, так скажем, металлических и керамических. Я думаю, что если кому-то нужны такие чугунки, вы сможете написать мне и мы с вами разберемся. Пришлем мы вам таких чугунков. Ребят, сразу после того, как мы поставили, смотрите, весь наш чугунок начинает испаряться, то есть наша влага выходит из глины и начинается процесс приготовления. Давайте не будем мешать приготовлению наших щей. Итак, пока готовятся наши щи, я скажу несколько слов о чугунках. Чугунки есть разные. Есть с рисунком, как вы видите, вот с лозой, да, вот в таком мы сегодня готовим, есть без рисунка. Это 5 литров, это 3 литра, это 1,5 литра, это 600 миллилитров. Есть вот такой вот ухватик, вот такой вот чугунок. А знаете, чем определена вот эта вот форма? Вот эта форма определена тем, что если у вас кастрюля, то она ровная, а здесь линия соприкосновения с едой более изогнутая и она больше, поэтому блюдо готовится вкуснее и блюдо готовится немножечко быстрее, немножко по-другому. Дальше, ребят, еще, когда у вас вода кипит, она вот так делает. То есть, это, грубо говоря, некая такая замкнутая цепочка, в которой приготовление идет самостоятельно. Не нужно ничего перемешивать, не надо мешать капусту с мясом, оно все томится и готовится одновременно. Итак, 5 литров, 3 литра, полтора литра, 600 миллилитров. Информация о том, сколько стоит и на каких условиях можно сделать заказ, вы увидите под видео. С вами Сюф Краснодарский, щи наши будут томиться 3-3,5 часа. Не переключайтесь. Ну что, товарищи, прошло 3,5 часа. Давайте посмотрим, что у нас получилось с нашими щами. Ой, хорошо. Наши щи, я думаю, что поспели. Хорошо. Так, смотрим. Опа. Ребята, смотрите, что получилось. Смотрите. Ребята, очень вкусно. Всем советую приготовить такие деревенские щи в дровяной печи. Будьте всегда в теме. Приятного аппетита и готовьте вместе с Сюфом. Палыч, неси самогон. Хочу это выведрить. Будьте здоровы, ребят. Ютьюб, будьте здоровы. Давайте. весь бомба. Весь